Несмотря на то, что в 1964 году ни на летних Олимпийских играх в Токио, ни на зимних, в Инсбурге представителей Чувашии в составе сборной СССР не было, нельзя сказать, что этот Олимпийский год прошел для нашей республики зря. 16 февраля 1964 года вот в этих живописных местах Маргаршского района появилась на свет эта девочка, которой по прошествии лет суждено было стать олимпийской чемпионкой 25-х летних Олимпийских игр в Барселоне. Валера Ярзы был предсказателем. Вот когда я в 7-5-м уходил, он говорит, Николай Григорьевич, знаешь что, попрощались, распрощались, там у ребятов было много, когда я в комитет там уходил. Он говорит, Николай Григорьевич, не волнуйся. Я был чемпионом Олимпийских в 72-м году. Запомни, 20 лет никого чемпионов Олимпийских игр в Чувашии не будет. Точно валю в 92-м году. Представляете, никого, говорит, не будет. Я говорю, как будто в воду смотрел. Предсказание Валерия Ярды сбылось полностью. Мало того, что чувашские спортсмены в течение 20 лет не могли завоевать Олимпийское золото. Более того, никого из них в этот период не было и на пьедестале почета. Ближе всех к нему подобралась воспитанница на Чебоксарской детской юношеской спортшколу номер один Надежда Бурлакова, которая в 1984 году на зимней Олимпиаде в Сараево в составе советской эстафетной команды заняла обидное четвертое место. Как ни странно, самые же высокие шансы на золото Олимпиады имели два чебоксарских спортсмена, которые вообще не попали на игры. Первый чемпион мира по боксу Валерий Львов, пропустивший игры 1976 года в Монреале из-за спорного решения руководителей Госконспорта. Второй обладатель Кубка мира Валерий Лаптев, не принявший участия в играх 1984 года из-за бойкота с Советским Союзом Олимпиады в американском Лос-Анджелесе. В 1976 году мы были в мае месяце на сборах сборной команды Советского Союза юношеская на главной спортивной базе Советского Союза Цехотзор. И тогда готовилась к Олимпиаде в Монреале сборная команда Советского Союза по боксу. Вот в числе претендентов был наш боксер Валерий Львов. И вот тогда нам его представили и сказали, о, пловцы еще ваши, здесь ваш парень готовится. И мы, конечно, очень переживали за Валеру, хотя желали ему, мы месяц практически жили бок о бок, желали ему попасть на Олимпиаду, но, к сожалению, не случилось. На чемпионате Советского Союза я был вторым, второе место у меня было. И звание чемпиона, и поехал на Олимпиаду Василий Соломин из города Перми. Конечно, хотелось ехать до последнего. Даже был такой момент, что команда выезжала рано утром, допустим, завтра в 11 часов, уже самолет. А мне только известили в 9 часов утра. Приехал главный тренер Юрий Михайлович Родоняк и сказал, что руководство спорткомитета Советского Союза решило поедет Соломин. Тяжело, конечно, но вспоминая эти годы, конечно, был в хорошей форме, готовился. Решать должен главный тренер, а не руководство спорткомитета. А главный тренер за вас был? Да, главный тренер. Конечно, он знал, что Василий Соломин в тот момент немножко болел. У него был вывих ноги, и руководство не знали. И все-таки решили, что поедет Соломин. Такой моральный удар. То есть мы, в принципе, каждый человек ставит цель, идет к ней. Для спортсменов, наверное, для большинства, по крайней мере, это участие в Олимпийских играх. И, конечно, если ты являешься участником, то ты уже обязан, сам по себе борешься за то, чтобы завоевать наивысшую награду. И так случилось, что мы, значит, приехали со сборов и были за Волгой, у меня два дня, что ли, или три было дня дома до следующих сборов. И мы уехали на рыбалку, на острова, и всю ночь не спали, значит, там, дурачились, ловили рыбу там. И вдруг по радио в 8 утра, там, первые новости сказали, что было принято правительством решение о том, что Олимпиада не состоится для советских спортсменов. Принято решение не ехать из-за того, что американцы не могут нам гарантировать безопасность. Вот. И, знаете, так опустота была, вот, опустошенность. И это, часть этого до сих пор осталась. Июнь 2012 года Валентина Егорова, спортсменкой которой первой удалось прервать 20-летнюю затянувшуюся безмедальную паузу чувашских олимпийцев, приехала в родную деревню, чтобы встретиться со своими родными и близкими. Валентина Егорова родилась 16 февраля 1964 года в деревне Зидеркино, Маргаушского района Чувашия. Прославленная российская марафонка, олимпийская чемпионка 25-х игр в Барселоне 1992 года, серебряный призер 26-х игр в Атланте 1996 года, чемпионка мира 1995 года, победительница Кубка мира 1991-1992 годов, обладательница Кубка СССР 1988 года, чемпионка Европы 1990 года. Я, конечно, была, можно сказать, наверное, всесторонне развита. Я в школе еще любила эти все игры, лыжи, бег. Я в школе еще за школу выступала. Ну а потом, когда в город приехала, я уже серьезно начала тренироваться. Мой первый тренер Михаил Павлович Кузнецов нас нашел, начал легкой атлетикой секции заниматься и подбирать себе группу. У меня мечта была сначала попасть в сборную команду и потом получить экипировку, красивую форму. Вот такая мечта была в начале бега. Первые спортивные занятия Валентины Егоровой. В детстве на лыжах, вот по этому склону, вниз-вверх. В детстве, конечно, у меня очень интересно. В деревне, понимаете, как все, и работа, и играть надо было успевать. Все успевала. И дома там поливать, косить. Все делала я в деревне. Конечно, очень скучаю, когда долго там сижу в Америке, хочется домой, воспоминания. Вот это наше детство. Мы любили здесь кататься на лыжах, на санках, скатывались с гор. Вот. Очень красивое место. Зимой постоянно здесь как бы катались. А в вашей школе? Да. Это вы сюда ходили? С первого по четвертый класс сюда ходили. А это рядом клуб. Иногда выходили на дискотеку, на танцы. Бывало и так. Это альмаматор олимпийской чемпионки. Средняя начальная школа. Правда, она сейчас уже не работает. Но Валентина Егорова помнит то место, где находилась ее парта. Вот такая вот память у спортсменки. Здесь вот столовая была у нас. Сейчас уже все пусто, ничего нету. А класс у меня с той стороны был. Да, вот там на той стороне мой класс был. Я помню, что я на первой парте сидела. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok